Кукол Монстр Хай Он довольно длинный и в него входят Гулия Елпс, Клео Денил, Фрэнки Штейн, Дракулаура, Клодин Вульф и Лагуна Блю. Для начала я бы хотела рассказать вам про базовую серию. Поехали! В первую волну базовых кукол входило 6 куколок. Это Дракулаура, Фрэнки, Клодин и двойной сет Клео и Дьюса, а также Лагуна Блю. Это был выпуск июля 2010 года. Позже Мотел сделал дополнение первой волны в октябре 2010 и выпустил Гулию и Хольта. Волна называется Полуторный. Потом в июне 2011 выпустилась вторая волна. Ее еще называют Школьной или Скулз Аут. И в нее вошли Спектра, Эбби, Фрэнки, Клодин, Клео, Лагуна и двойной сет Дракулаура и Клод Вульф. В январе 2012 придумали третью волну, которая называется Школьная прогулка. И в нее входят Нефера Данил, Аперетта, Торелли Страйп, двойной сет Хоулин и Клодин Вульф и еще один двойной сет Пурсифоны и Мелодии. В марте 2012 года была создана четвертая волна, в которой выпустились Рошель, Джексон, Робекка, Венера и Си Эй Кьюпид. Сначала выпускались куколки в таких коробочках в 2010 году по 2011. Потом, когда эти куколки закончились, начали выпускать таких вот уже в других коробках. И у них немного разные мейки и прически, и шарниры, конечно же. Вот, и с 2011 по 2013 выпускались такие куколки. А в конце 2014 года Мателл решил выпустить таких вот куколок, более упрощенных, можно так сказать. Они в отдельных коробочках. Это Клео Денил, Клодин Вульф, Фрэнки Штейн и Дракулаура. А потом уже выпустили шестерной сет, где еще добавилась Лагуна Блю и Гуля Йеллпс. И в сегодняшнем обзорчике мы сравним с вами кукол из этого шестерного сета с куколками первой волны и перевыпуска. Но для начала давайте рассмотрим коробку этого большого сета. Задние коробки представляют собой коридор Монстр Хай. Девчонки словно выходят из его арок. Слева герб Монстр Хай, надпись Монстр Хай, а справа расположены арты персонажей, выполненные в новом стиле. Ниже название и значок серии. Выше есть надпись Original Dropped Gorgeous Fashions, то есть смертельно прекрасные известные модницы. На задней стороне коробки изображены арты персонажей. Ниже их имя и убийственный стиль персонажа, а также кусочек из его биографии. Чуть ниже расположены значки персонажа. А сейчас давайте приоткроем коробочку и сравним наших девочек. В набор к монстряшкам не входят их аксессуары в виде сумочек, зонтиков и прочего. Также нет питомцев, мимичков, подставок и расчесок. И первый наш герой это Гулия Елпс. Макияж у новой Гулии светлее, чем у первой волны. Кулон на ожерелье серебристого, а не розового цвета. Брошка в виде монстра черепушки отсутствует. Вместо нее принт на груди, также в виде черепка. Материал полосатой кофточки изменен на более тонкий. Топ с вишенками также сделан в виде принта, а не из другого материала, как у первой базовой. И на сапожках нет прорисованного белым кружочка. Он черный, как и все остальные сапоги. Теперь по порядку. Клео Даниил. В сете у Клео другая печать глаз. Также у голубой накидки меньше деталей. При раскраске обуви и чехла телефона не используется черная краска. И еще у обуви более золотистый цвет. Теперь рассмотрим Фрэнки Штейн. Во-первых, у Фрэнки другая печать глаз. А во-вторых, в волосы добавились черные пряди. А теперь рассмотрим Драку Лауру. Не обращайте внимания на то, что у моей распущенные волосы. Я просто решила так сделать и посмотреть, как ей больше идет. Что ж, начали. Другая печать глаз. Это значит, что они стали более ближе друг к другу. И также у куклы прямая челка. Также упрощена кофточка. Строчка на ней нарисована, а не прошита, как у первой базовой. Зонтика у куклы нет. На сапоге сердечко полностью черное. Теперь рассмотрим Клодин Вулк. Аутфит довольно близок к оригиналу, но все же упрощен. Основной аутфит превращен в одно целое с курткой. Удлиненная кофточка с новым принтом и без рюш. Обувь полностью фиолетовая, без проборки черным цветом. Теперь сравним Лагуну. По сравнению с Лагуной первого выпуска, у этой Лагуны больше голубого цвета в волосах. Оттенки макияжа светлее. Цветок в волосах не прокрашен. Изменилась также отделка кофточки. Резинки заменены обмёточным швом. Также нет резинки на шортах. Вместо нее ленточка, а обувь у первой выпуска полностью черная. В то время как у первой волны лиловая подошва и белые полоски на платформе. А еще у первой Лагуны были более блестящие глаза. Ну а также прическа у Лагуны в виде бубличка, такая как бы косичка. А у перевыпуска такого нет. У нее просто распущенные волосы. На первый взгляд, куклы нового выпуска мало отличаются от старых. Но различия все же есть, как мы уже поняли. Детали макияжа, прошивка, цвет аксессуаров, проработка аутфитов. Везде можно заметить какие-то мелочи, которые отличают новых кукол от первой волны. Если вы крупный коллекционер, то вам, конечно же, нужны будут дневнички, разные питомцы от этих куколок. Но когда вы любите купаться с этими куколками в ванне или носить их вот так вот и размахивать как флажок, то шесть в одном это просто, не знаю, суперский просто сет, который вам обязательно, наверное, нужен. Здесь собраны все главные персонажи Монстр Хай в одном сете. Что может быть круче? Я даже не знаю, не могу это представить. В общем, какие куклы вам нравятся, обязательно напишите в комментарии. Первой волны или все же 2013 года, или из этого сета, или вот этих. В общем, напишите в комментарии. Все прочитаю. С удовольствием, может, кому-нибудь отвечу. Может быть. С вами была я, Алиса. Подписывайтесь на канал Белевикс. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах на канале. Ставьте ваши лайки. Я это обожаю смотреть, когда лайки есть. Если есть. А, что еще там? Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. И в Инстаграме тоже следите за новостями. У меня там много нового. В общем, be cool and crazy. Пока-пока. У-у-у-у-у-у-у. О, больно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok